Такими утепленными вы нас еще не видели. Сегодня воскресенье, и мне почему-то захотелось поехать на гору Гедемина, на смотровую, и посмотреть на город осенний. Там как листики желтенькие, деревья оранжевые. Ну вот мы вышли, и сейчас идет град на улице. Маленький. Маленький град. Я сейчас покажу, не знаю, будет ли видно, но это странно. Надеюсь, когда мы доедем, все это прекратится. Ой, мужик. Заехали мы перед нашей прогулкой проверить давление, потому что немного нам ошибочку выбивают. Вот. Так что сейчас подкачаем и будем ехать дальше. Красота. Немного солнышка вышло. Как-то радость не стала. Идея... Ой, как пересвечивает солнышко. Идея поехать в центр, в такую рань у меня возникла, потому что нам предстоит очень хорошо поработать. Сегодня в воскресенье, потому что в выходные дни тоже решаются всякие дела, монтируются видео, делаются уроки. А из-за того, что на улице холоднее, чем дома, хочется залезть под одеяло и никуда не выходить. И мне такой подход не нравится, потому что день должен быть все-таки в первую очередь продуктивным. Я решила пойти охладиться, а потом прийти и хорошенько поработать. Я думаю, что это сработает, потому что не один раз это уже было проверено. Так что посмотрим. Проверяют, не усвечивают ли ошибку. Ты проверили? Заднюю. Ну, солнце классное, смотрите. Народа сегодня мало-мало. Студенты, походу, все поразъезжались. Люди на улицу выходить не хотят, отдыхают дома. Или, может, мы не знаем того места, где они все прячутся в это воскресное утро. Мы пришли к горе Гедемина, но, насколько я понимаю, мы на нее не пойдем. Потому что фуникулер не работает, а идти я, к сожалению, сейчас не могу. В общем, не сегодня, снизу посмотрим, погуляем. Пойдем еще в парк и потом домой. К сожалению, но я почему-то рассчитывала на то, что фуникулер все-таки работать будет, но не сложилось. Пришла зима, он устал и замерз. Может, я даже не знаю, запускали ли его, потому что сколько раз мы не проезжали, я ни разу не видела. Я видел, работает. Видела, да? Ну, ничего, это не повод грустить и расстраиваться. Да? Да. Идем дальше. Продолжение следует... Вот так выглядит овощи. Синоптики, как всегда, хороши. Дождик на сегодня не передавали. Я говорю, Саша, давай возьмем на всякий случай зонтик. А я все, не надо? Не надо, да. Я говорю, ну пусть в машине полежит, а потом решили уже с тобой фарк взять. В общем, маленький дождик, маленький градик, все, все присутствует. Ну да, мы стоим под зонтиком, который не собирались брать, потому что он пригодился. Тем временем идет градик маленький. А человек собирает листики. А, сегодня маленькая фотосессия. А там сонышко. Ну, сегодня погода хоть и холодненькая, достаточно прохладная. Мы даже замерзли. Но все равно солнечно, приятно. Осень вообще замечательная. Все прелести сегодняшней погоды. Там солнышко, там черные тучи. Ну вот, опять град. Мы уже вернулись домой. Будем обеда ужинать и работать, потому что мы рассчитывали приехать намного раньше, чем уже сейчас на часах. Сейчас половина шестого, поэтому нам нужно сесть и быстренько делать свои дела, чтобы все запланированное успеть. Итак, всем привет. Я плавно переместился в университет и в новую рабочую неделю. Что нам нужно сделать на этой неделе? Есть у нас вот такая еще старая советская разрывная машина, но она рабочая. Она рабочая, она выполняет свою функцию на все 100%. И ее подключили к новому компьютеру. Здесь компьютер, он по специальному шлейфу, он подключается к любому компьютеру. И ты можешь снимать все данные абсолютно. Как бы сделали старый советский новым цифровым. Но нужно еще доделать вот эту коробку. Всю большую и правильно ее закрыть, чтобы был доступ, когда надо открыть все там. И разобраться со всеми проводами. Потому что здесь сделано пока все так, как говорится, для тестового режима. Тестовый режим, он прошел этот аппарат. Будем теперь собирать, чтобы он работал. Итак, наша работа продолжается. Вот на эти стенки, чтобы их закрыть. Одну стенку закрыть, вторую стенку закрыть. И вот эти две стенки тоже нужно сделать. Стенку закрыть. Вот нашел металл, нарезал 4 кусочка. Это на заднюю стенку будет. Это по бокам зашить. Итак, друзья, предварительный вариант корпуса готов. Вот мы... Ну, конечно, здесь плохо видно. Сейчас подсветить телефоном. Вот. Закрыли вот эти стенки боковые, получается. Чтоб не видно было, что там. Закрыли стенку сзади. И все. Здесь нужно сделать ручку. Чтоб открывалось, и главный блок можно было достать. И добраться до того, что снизу. И, получается, с этой стороны тоже мы... Ой. Мы закрыли заднюю стеночку. Там пока оставили... Оставил небольшое отверстие, потому что нужно еще подгонять вентиляцию. Ну, и как-то вот так получается. Мы чисто случайно попали в парк Вингис. Просто закончилась раньше работа. У кого работа, у кого учеба. Сейчас 5 вечера, 5.30. Ужасные пробки, все знают. Сейчас пик. И мы решили, чтобы не ехать по этим пробкам, не мучиться. Пойти погулять по парку, каких-то полчаса, часик. И потом поедем в себе спокойно домой. Да? Да. Конечно. Уже нету ни велосипедов, ничего. Уже очень холодно. Или поздно, или холодно. Даже не знаю. Зато спортсмен, Ильис. Честно, мне как-то не холодно. Почему я и не планирую. Субтитры сделал DimaTorzok